Переведено и озвучено каналом Translated History при поддержке канала Flashpoint History Земли западного побережья Испании, которые однажды станут Португалией, на протяжении многих веков были частью римской провинции Лузитания и Галисия. Во времена же ранней реконкисты они стали частью королевства Астурия. В 868 году после отвоевания города Портус образовалось португальское графство, ставшее вассалом королевства Астурия. После же падения Астурии графство вошло в состав Лионского королевства, где пользовалось широкой автономией. С этого момента Португалия вступила на долгую и извилистую дорогу, которая должна была привести ее к статусу независимого королевства. Правда, уже в самом начале своего пути Португалия была почти стерта с карты Испании, поскольку в 1071 году ее граф решил поднять мятеж, чтобы выйти из состава королевства Галисия. Но после ряда сражений бунтовщики были разгромлены, а португальское графство было упразднено. И тут мы должны вернуться к тому, на чем мы закончили наше прошлое видео – королю Кастильи Альфонсо VI. Мы остановились на том, что эмиры Испании призвали себе на помощь альморовидов из Северной Африки. В 1086 году в ветве при Залаке они разгромили армию Альфонсо VI и отбросили христиан на север. Будучи в отчаянии, Альфонсо VI призвал на помощь рыцарей со всей Западной Европы. Но на зов Альфонсо ответила лишь горстка рыцарей, включая его двоюродного брата Генриха Бургундского. Но это скромное воинство смогло отбить часть ранее завоеванных земель и одержать ряд побед над армиями Магриба. Благодарный за службу, Альфонсо выдавал своих дочерей замуж за тех рыцарей, кто отличился на поле боя. Когда же очередь дошла до Генриха, то у Альфонсо уже закончились дочери, точнее сказать, законные дочери. Однако Генрих не был привередой и согласился жениться на незаконно рожденной дочери Терезе Леонской, у которой в приданных было как раз то самое графство Португалия. Таким образом, Генрих стал графом Португалии. Он правил как вассал Альфонсо VI, прикрывая территорию Галисии от набегов мусульман. И тут нужно отметить, что ранее Альфонсо VI назначил другого своего зятя, Раймондо Бургундского, графом Галисии, включавший в то время современную Португалию вплоть до Каимбры. Хотя сам Альфонсо сохранил титул короля на той же территории. Однако беспокойство о растущей власти Раймондо побудило Альфонсо в 1096 году отделить Португалию и Каимбрию от Галисии и передать их Генриху Бургундскому, женатому на внебраточной дочери Альфонсо VI Терезе. Граф Генрих продолжил реконкисту в Западной Иберии и расширил владение своего графства. Он также был вовлечен в несколько интриг при Леонском дворе вместе со своим двоюродным братом Раймондо и невесткой Уракой Кастильской, в которых он поддерживал восхождение Раймондо на престол в обмен на обещание автономии или независимости Португалии. В 1112 году граф Генрих умер. Вдова Генриха взяла образы правления от имени своего маленького сына и вступила в союз с Галисийской знатью, чтобы бросить вызов господству своей сестры королевы Уракки. Однако в 1121 году она потерпела поражение и была вынуждена стать вассалом Леонского королевства. Ее собственный сын Афонсу Энрике взял образы правления в 1128 году, после того, как разгромил армию своей матери и ее любовника в битве при Сан-Мамеде. Мать он взял в плен и навечно заточил в Леонский монастырь. А что стало с любовником? Ну, скорее всего, его убили. После этой битвы он стал правителем Португалии и сделал собственную печать с крестом и словом Португалия. Тем не менее, даже после ряда побед в период между 1128 и 1139 годами он никогда не использовал титул короля. Дело в том, что победа над матерью устранила опасность включения Португалии в состав королевства Галисия. Более того, местное знать и духовенство еще сильнее стали поддерживать идею создания португальского королевства. К тому же, король Леона упустил из виду это событие, ибо был занят подавлением восстания в Кастилье. Однако, такой вакуум власти не мог сохраняться долгое время. Или мог? В 1131 году, после смерти Терезы, Альфонсо VII, король Леона и Кастильи, начал требовать вассалитета от своего двоюродного брата Афонсо. Но, тот успел подстраховаться и от такой ситуации. Ранее, в 1129 году, Афонсо Энрике издал указ, согласно которому он провозгласил себя принцем Португалии. И Альфонсо VII пришлось признать этот титул, ибо Афонсо, его брат по крови, был внуком императора Испании. В общем, такое подвешенное состояние сохранялось на протяжении целого десятилетия. Но, чтобы выйти из этого непонятного состояния, Афонсо решил добыть себе титул короля мечом. Поэтому, он начал масштабную военную кампанию против альморовидов на юге. Воевать ему пришлось целых 10 лет. Наконец, 25 июля 1139 года, он одержал важнейшую победу при Аурике, после чего его воины буквально на поле боя провозгласили его королем. Титул Афонсо звучал буквально как «Король португальцев». Затем Афонсо собрал большое собрание знати и духовенства в Ламеге, где его короновал архиепископ Браги Жоана Пиклуари. С этого момента Португалия фактически перестала быть феодальным уделом Кастилии и стала независимым государством. Однако, чтобы независимость де-факто приобрела международный статус, необходимо было добиться признания других королей и самого Папы Римского. Афонсо направил послов в Рим для переговоров с Папой, а сам женился на Мафельде, дочери Амадео III, графа Савойского. В 1143 году он объявил себя и свое королевство слугами церкви и пообещал довершить изгнание мусульман с Пиренейского полуострова. А тем временем король Леона Альфонсо VII расценил поступок правителя Португалии как мятеж, и страна вновь погрузилась в хаос феодальной войны, которая бушевала не очень долго. После победы Афонса в битве при Вальдевисе в 1143 году стороны подписали мирный договор, который окончательно утвердил независимость португальского королевства. Далее же началось его расширение, и в отличие от своих соседей, португальцы решили начать делать свою реконкисту чужими руками. Дело в том, что пока христиане Испании отвоевывали свой полуостров, на другом конце Средиземного моря их собратья по вере успешно отвоевывали Святую Землю, включая и Священный Град Иерусалим. Однако к 1140 годам положение крестоносцев ухудшилось. В 1144 году мусульмане захватили Эдессу, что послужило толчком для начала Второго Крестового Похода. Множество рыцарей двинулись в Святую Землю, и когда армия крестоносцев была готова к походу, стал вопрос – а куда, собственно, идти? Местная знать во главе с Конрадом II считала, что нужно идти на Алеппо, в то время как приезжие рыцари во главе с Людовиком VII прилагали нанести удар по Дамаску. В итоге воля короля оказалась сильнее, и в июне 1148 года армия крестоносцев двинулась на Дамаск. Разгром был настолько сокрушительным, что после поражения множество рыцарей, включая самого Людовика, отправилось обратно в Европу. Но пока французские крестоносцы жарились на ближневосточном солнце, их северные коллеги успешно громили мавров в Испании. Ранее, в начале мая 1147 года, на призыв папы откликнулось множество рыцарей из Англии, Шотландии, Фландрии, Фризии, Британии, Рейна, Кёльна и Нормандии. Все они собрались где-то в районе Ла-Манша и поплыли вдоль побережья в Палестину. В конце месяца их корабли причалили у берегов Португалии, чтобы пополнить запасы воды и еды. Вот здесь их и встретил епископ Порты, который и убедил их, что война против мусульман на Пиренеях не менее важна, чем на Святой Земле. Потом с крестоносцами поговорил сам король Португалии, который окончательно убедил их остаться. Что же нам такого сказал? Помимо выполнения крестоносного долга, Афонса пообещал своим гостям, что после взятия Лиссабона, они смогут грабить его до тех пор, пока не вынесут оттуда все, что только можно. Цитата. Он обещал освободить от налогов всех, кто примет участие в осаде и останется после этого в Португалии. Причем, эта привилегия распространялась бы и на наследников этих людей. В общем, как вы понимаете, крестоносцы решили остаться в Испании и помочь здесь и сейчас, а не плыть Святую Землю еще несколько месяцев. Тем более, что награда за их труды в Испании будет куда более весомой. Но самым главным победителем в этой сделке был сам король Афонса. Ведь он буквально из воздуха создал армию численностью 25 тысяч человек на двух сотнях судов, которая влилась в состав португальского войска. В июле 1147 года эта гигантская по меркам средневековой Испании армия подошла к стенам Лиссабона. Через четыре месяца осады во британские правители согласились сдаться. К тому моменту в городе уже бушевал голод и эпидемии. 25 октября христиане вошли в город. Согласно условиям капитуляции, гарнизон должен был покинуть город, а всем жителям должны были сохранить жизнь. Но, как это часто бывало в средние века, все условия были нарушены сразу же, как были открыты ворота города. Афонса сдержал свою клятву и отдал Лиссабон на разграбление крестоносцам. Последние в свою очередь воспользовались своим правом на полную катушку. Они грабили и разоряли город на протяжении 10 дней, пока наконец не обыскали город так тщательно, как пожелали. После чего Лиссабон навсегда стал частью Португалии, а потом столицей этого королевства. Взятие Лиссабона стало одним из важнейших событий реконкисты, которое должно было окончательно сделать Португалию независимым королевством. Однако, этого не произошло. Афонса еще 30 лет воевал с альморовидами и леонцами за свой суверенитет. И только в 1179 году Папа Римский наконец признал Португалию независимым королевством. И вот здесь можно было бы остановиться, но португальские короли не сидели на месте, а активно принимали участие в реконкисте. Внук Афонсу I, Афонсу II, сражался в знаменитой битве при Лас-Навас-де-Толосе. После чего продолжил движение на юг, захватывая все больше новых земель, пока в 1249 году Португалия не вышла к своим естественным границам, которые сохраняются вплоть до сегодняшнего времени. Тем не менее, своим существованием Португалия обязана одному мятежному юноше, который начал с восстания против своей матери, а закончил основанием нового королевства. Этот юноша начал как Афонсо Энрике, но после многих лет сражений и борьбы он стал Афонсо I великим. Но в народе он больше был и остается известен как Афонсо-основатель, создавший португальское королевство. Однако, пока португальцы на протяжении десятилетий боролись за свою независимость, на другом конце Пиренейского полуострова к реконкисте присоединилось еще одно христианское королевство. И всем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку.